Музыка Музыка Так, ну-ка. Так, что работает? Нет, что-то не... А, ну-ка, вот так. О, вот прекрасно. Так, о чем пишу я. Здравствуйте, это канал Максим Адзи и сегодня у нас снова моды на игру Как достать соседа. Я приветствую вас на очередном выпуске и извиняюсь за то, что забыл включить микрофон вначале. Собственно говоря, первый мод называется Как достать соседа продолжение? Ну и, кстати говоря, это первое видео, которое снимается в моей обновленной комнате. Я вчера в сообществе писал, что у меня тут произошла перестановка. Ну, а перестановку в комнате моей вы можете посмотреть на моем влоговом канале. Ссылочка на него есть в описании. Первый мод называется Как достать соседа продолжение. Вот люди, которые в него играли. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь, короче, нет эпизода самого первого, учащего уровня, первые шаги. А, у меня еще и звук не включен. Музыка не включена. Забыл. Тоже извиняюсь. Так, очередной мод, который... Здесь какая-то корявая, фиг знает, что вообще не знаю. А, дверь куда-то исчезла. А, вот куда дверь делась. Я понял. Микрофон, короче, я убрал вниз. Снял вот эту ножку, положил на... Фигню. Мягкую. Вроде, надеюсь, будет держаться в нем, потому что он будет сильно попадать в кадр и мешать. Так, он тут, подо мной. Его даже, наверное, чуть-чуть видно будет на камере. Короче, очень много модов. Я отбирал список модов, которые мне присылали. И модов там очень много. И там, по-моему, четыре мода, кстати, было от этого. Или три. Четыре или три мода от одного и того же человека, кстати. Да, поменяли картинку из этого загрузочного экрана. Поехали. Ну, мне кажется, тут то же самое опять будет. Вот этот экран, конечно, прикольный, но все-таки он вызывается глюками. Вот знаете, а потом скажу. Давайте сначала посмотрим, есть ли тут сбиление. Если нету, то мы покинем туру и сразу же пойдем на первый сезон. Да, ну его, короче, давайте сразу следующий. Давайте первый сезон сразу. Так, ничего не поменялось в описании. Доктор Левси? Нет, я не знаю, кто это такой. Ладно, тут еще более-менее постарались. Что-то тут пытались, конечно, сделать. Хотя, конечно, как-то не очень странно, необычно. О, ну, окошко прикольное. Вот здесь, правда, ничего с окном делать не стали. Короче говоря, Эндрю Сэм недавно проводил стрим, и он там очень, очень такое правильное описание, я бы сказать, высказал. Причину, очень правильную такую причину написал, почему это он не снимает моды. Вот прям очень точно сказал, вот очень правильно. Как он сказал, если раньше делали моды с душой, со старанием, то сейчас... В шкафе спятся нельзя. То есть сейчас делают, часто делают, не стараясь, а только ради того, чтобы просто попасть в видео. Не стараются, за 5 минут делают только для того, чтобы их мод попал в видео. Не люблю такие моды, вот совершенно. Ребята, пожалуйста, старайтесь над своими модами. Чем больше таких модов я вижу, тем больше у меня появляется желание перестать снимать моды тоже. Давайте, пожалуйста, ребята, старайтесь, делайте хорошие моды. Ну, короче, ну а это мы уже не пройдем. Как мы это пройдем-то? Это невозможно пройти. Это нельзя пройти. Это... Что это такое, блин? Синие двери. Так, кому-то ничего нельзя. Так, ну тут явно надо что-то делать, когда он пойдет на кухню. Здесь я могу только одну паку сделать, это эту. А туда мне никак не попасть. Стоп, нет. Туда мы не попадем никак. Ну, какой-то, знаете, мод... У меня... Он бессмысленный. Тут просто в комнаты не попадешь и пакости не сделаешь. Сюрприз к дню рождения. Здесь можно. А это спрятаться. Ну, здесь хоть можно. Так, вот с этим ничего нельзя сделать. С этим можно. Ага. Давай, 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 давай. Иди быстрее. Сейчас мы будем... Ставить мышку туда. Мышеловку, вернее. Просто в поле правильно. Блин, я так и знал, что тут шкаф будет появиться. Просто они дверь... Что с этим заморачиваться не станут. А еще, кстати, я вам скажу, что вот у меня на следующей неделе надо было вначале где-то сказать. Ну, просто не знаю, все ли досмотрят до этого момента. Да, тут тоже заморачиваться не стали. Короче, в следующей неделе практика начнется у меня производственная. По торговым вещам. В магазине там поработать, короче, придется. Скорее всего там съемок делать я, к сожалению, не буду. Там нельзя ничего снимать за рабочим местом. А я не успею его драть теперь отсюда. Да ну его, короче. Так что не знаю, будут ли выходить видео на следующей неделе. Потом еще с 3 по 15 апреля еще практика будет производственная тоже. То есть две недели. Там уже, наверное... Там тоже, может быть, ролики не будут уходить. Ну, кто знает. Посмотрим, как будет. Я еще точно ничего не знаю. Но, скорее всего, я там не смогу успевать записывать ролики. Надеюсь, вы поймете и не будете спрашивать, где видео, где видео. Это если так будет. Не знаю я, кто такой доктор Лепси. Иди нахуй. Блин, держатель туалетной бумаги надо было нажать, посмотреть. Не додумался я, не додумался. Совсем. Совсем. Ой, не то. Стены неплохие, окно неплохое, но вот... Ну, для ванны фиолетовый цвет совершенно не идет. Ну, и некоторые уровни что-то реально не проходятся. Вот тут не очень красиво еще выглядит. Блин, а вот эти... А вот эти картинки на каждом... На каждом уровне что-ли будут появляться? Блин, логотип, конечно, прикольно на самом деле сделан. Логотип прикольно, прикольно пытались сделать, мне даже нравится. Типа, здесь вот правда такой вот разрез, из-за того, что здесь и взбитые сливки. А как он на микрон? А? А, тут нет, а, здесь нет бумаги. Фух, ждем. А, мы можем атакую изюжить. Хе-хе-хе-хе. Футбольные баталии. Так, туда можно попасть. Фиалки, которые нет вообще. Угу. Давайте, короче, все уровни так посмотрим. Блин, опять... Опять этот знаменитый мем, который задалось предыдущим. убежащих модов стал у нас... Давайте... Давайте его повторим. Добро пожаловаться на весь мир, Добро пожаловаться на весь мир, Добро пожаловаться на весь мир, Фух! мы успели притушить фитиль, я не взорвался. Ладно, давайте смотреть, что тут. Еще один бабах мы тут не переживем. Да блин, на каждом уровне что-то что-ли будет закрыто. Ну тут некоторые вещи из других модов явно взяты. Давайте тут посмотрим, что. О, вот эта комната выглядит прикольно, мне нравится даже. А вот балкон не очень. Ну небо прикольное, а вот эти стены ну как-то некрасивые. Это что за бабеха на этой картины? Ты видел это в первой версии? Это первая часть. Доск. А, это кнопки здесь так выглядят. Ага, вот так вот это выглядит у нас. Так, ладно, давайте посмотрим следующий уровень. Ласковое солнышко. Да, я бы тоже уже хотел лето. Потому что сейчас у нас не очень-то погодка радует. У нас гололед везде сейчас. Бежать невозможно. Просто. Это... Ээээ, чё? Друзья, кто меня сейчас слышит? Меня игра подставляет. Отправляет не в те комнаты, куда надо. Она отправляет меня прямо к соседу. Блин, идите нафиг. Короче, этот мод заслуживает твёрдый дизлайк. За косяки и за бессмысленность. Есть, конечно, прикольные вещи. Например, вот я вот в предыдущем уровне говорю, что там прикольная комната. Вон, мне понравилось. Где-то автор, конечно, постарался. Но некоторые уровни не проходятся. Ну и вот в предыдущем уровне меня игра подставила и отправила прямо к соседу. А здесь вылетело вообще. Ну это просто супер-класс. Конечно, сарказм. Давайте переходить дальше. Как достать соседа удачной шутки обновления. И автор, когда кидал это обновление, он сказал это так рекламатически. Привет, Максимадзе. Думаю, ты устал от плохих модов. Поэтому кидаю тебе обновление на мод удачной шутки. Я отвечу, да, я устал от плохих модов. Очень даже. Поехали, посмотрим. Говорят, тут новый уровень появился. И в Уде теперь стал ходить, как этот... Как в когда-то соседа 2 при цыпочках. Так. Новый уровень понедельник-бездельник, я так понимаю. Хе-хе, понедельник-бездельник. Ну и прикольный на зоне. Новая пакость соседу не радость. Чистюля недовольный сосед. Давайте, короче, все уровни попробуем пройти. Чтобы я вспомнил это дело, потому что этот мод мы играли с вами давно. Новая пакость соседу не радость. Сосед снова достал Вуди, хотя вернулся из круиза, но манеры остались такие же. Ротвеллер садится в кресло и спит на нем. Но он не выключает телевизор. Сосед не экономит электричество, поэтому он идет на кухню пожрать клубнику. Вуди опять решает научить соседа, что мешает жизни другого человека. Это плохо. Давайте. Кто допустил опечатку, бла-бла-бла-бла-бла, прочитать. Да никто ж не успеет прочитать за такое время. О, кстати, а давайте поговорим на эту тему про быстрое чтение. Короче, есть такая программа, уже, по-моему, по-моему, уже не транслируется. На России 1 она шла в какое-то время в этом десятилетии. Называлась она Удивительные люди. Ее ведущим был Александр Гуревич, который до 2022 года вел программу «Стук к одному», которую я, кстати, смотрю. Короче говоря, там был один эпизод про девочку, про одну, которая 15, по-моему, которая якобы умеет очень-очень быстро читать, которая может за секунду прочитать целый текст. Причем еще и так, чтобы запомнить все, что в нем было. Так, музыка из студента, я смотрю. Край. А, не нужно. Ну и, в общем, какие-то, на что, на какие-то курсы она там еще ходила по этому делу. Что умеет так читать? Курсы по скоростному чтению или что-то вроде того. ну и, короче, в самой программе уже, где она, типа, демонстрировала свой талант, дело было так. Ей дали какой-то там документ целый, где было очень много страниц, и там какой-то, там какая-то то ли сказка, то ли рассказ. О, прикольная анимация. И, короче, каждую страницу, где очень много текста, она, брали, она, типа, читала и сразу же листала. То есть, секунду. Она, по-моему, вообще не читала, она просто листала. Ну, это, типа, она читала, каждый текст, она, типа, за секунду читала. Потом ей задавали вопросы. О, прикольная картинка. Задавали вопросы, на которых она отвечала. Правда, вот, когда ко второму этапу вопросов перешли, она там уже затруднялась. Это же прикольная картинка. Но говорили, ну, ничего, бывает, это все сложно. Ну, я, на самом деле, сразу понял, что никаких потусторонних сил таких вот у нее нету, которые позволяют ей так все запоминать и читать. В качестве потусторонних сил там выступали редакторы. От вопроса и ответа она заранее уже знала. Это очевидно. Я в такое бы в жизни не поверил, что бы так можно было бы. Читать очень быстро текст за секунду целую. А тем более еще и запомнить все, что в этом тексте было. Это невозможно. Шоу фальшивых рекордов. Вот че. Это так можно назвать. Леонид Якубович еще, кстати, в какое-то время вел программу Я Могу называется. Тоже шоу фальшивых рекордов. В общем, без понтовой программы. Я не понимаю вообще, для чего их снимали. снимали. Чистюля. Сегодня вечером сосед решил помыться. Каков? Молодец. Он идет в ванную и моется, пьет пиво. Во время мытья прям, что ли, мой, пьет пиво. После этого сосед идет за новой бутылкой вина, чтобы пить его в ванной. О, точно, пить прям его в ванной. Помогу помыться. Прикольно. Он, он, скорее всего, не просто моется, он еще это. Он там бухает, расслабляется, в ванну принимает. Это же так кайфово с пивком. Я тоже люблю это делать, но я никогда ничего при этом не пью. Особенно пью. Сказать честно, я вообще алкоголь не принимаю. Так, окошко тут не ночное, это фигово. А, то есть он, то есть он получается в ванне лежит, потом быстренько за секунду одевается, пьет пиво, потом опять раздевается и в ванну залазит, что ли? Соседка, какой-то странный сосед, я хочу вам сказать. Третий этаж тут нужен только для того, чтобы... взять предмет, который тут был, в волосе. Больше не для чего. Я холодильник-то вообще рожевал? Я думал, он прям там находясь в ванне будет пить пиво. К сожалению, нет. Волосин не в пиво ли? Нет, к сожалению, может, яйцо в пиво? Нет. Яйцо в микроволновку тогда явно. Ааа. слабительное надо пью ладно, хорошо блин, я не понимаю, почему немного странная, конечно, сейчас пойдет тема но почему сосед реально вылезает и пьет пиво что, одевается, секунду он что, может он знает, что его камера снимает так-то он вполне бы мог и не одевавшись это делать он как бы один в ванной находится ну, понятно ну, это само собой не будет же никто голого соседа рисовать во-первых, это сложно а во-вторых такое бы не попало бы в эфир канала он кругами туда что ли ходить будет ссорившийся унитаз а что, он мимо него проходит что-то сюда да какие-то странные круги он наворачивал чтобы помыться пиво там попить ну, в общем, странно недовольный сосед сосед сегодня очень недоволен причины этому нет но сам сосед считает причиной Вуди хоть он ничему сегодня не сделал сначала сначала все думают над планом как прогнать Вуди подальше а потом идет орать хоть никто его и не слышит Вуди заметил но вот Вуди услышал и решил пробраться к нему в дом чтобы помешать советуется внимательно осмотреть весь дом ведь куда-то нужно положить предмет для пакости ладно кто-то украл все оборудование вора определить не удалось дейджер это что такое интересная бумажка тут написал все плохое надо подложить это соседу куда-то к сожалению не в почтовый ящик а, туда надо положить грустными глазами смотрит и так так, вот сейчас он куда интересно пойдет разговариваешь а, а, орать а почему не в окно например после чего куда же ему надо это засунуть сильные петарды если встать то она взорвется а, тогда надо там где-то положить кстати, что это надо здесь положить на полу э, в смысле на пол гостиной я сказал а не просто на пол будто разница же имеется ну, к сожалению почему-то она не появилась на полу но ничего сейчас появится а, прикольно прикольно интересную бумажку на бумажку очень логично прозвучало давайте спрячемся в шкафу я тебе сказал дебил, блин не слышишь меня, что ли тупой козел за этим новым столом довольно удобно сидеть но пока не очень привычные но довольно уютно хе, такое чувство, что он что это он икнул что еще сделать надо а, блин, яйцо надо было в металлановку засунуть наверное блин, забыл совсем я про это а, давайте так, уровень закончим ну и вот поменяли кнопки местами хе-хе-хе так, ну и последний уровень понедельник бездельник плана ротвиллера не сработал сегодня ему плевать он не реагирует на пакости Вуди постоянно бегает он слушает радио, но радио слишком неинтересно из-за чего он бежит к яблочкам а потом смотрит альбом с фотками но Вуди вновь выходит на сцену данный уровень сложности эксперт новичкам или не умеющим ловить тайминги советуется отключать время а у нас оно отключено да, оно отключено ну давайте, я просто не знаю поэтому давайте без времени лучше сыграем посмотрим насколько это эксперт по крайней мере здесь нету никаких что это за радио такое интересное что это такое фото соседа неудачная фотография отеля это видимо заграфировался но что-то пошло не по плану ладно наверное это надо сюда повешать а нет это наверное книга и остались на одном уровне а если честно то в каком таком еще одном уровне ну с радио что-то наверное надо сделать вот это тоже у него была блин это наверное блин я забыл про вот это совсем узнаем хе-хе-хе-хе да хе-хе-хеaus можно разве что мыло теперь на кухне положить так больше ничего может быть а вот в любом я уже сделал и он даже уже сработал я вспомнил соевый соус на яблоки в смысле подойдет яблоком такие яблоки не работают а работают только блин специальным углом надо дико это неприятно какое огромное блин каким углом надо наводить о господи вот но это же так не неудобно она еще раз вот я ну вот я сюда навел же он работа эта пакость срабатывает как пакости с мечом короче в футбольных баталиях вот оно как срабатывает вот оно как срабатывает понятно но это доработать надо мне кажется сколько минимальный там надо а сто процентов обязательно ладно короче давайте не будем переигрывать короче ну мод неплохой неплохой давайте да ну в принципе можно и галочку даже поставить почему бы не давайте неплохо неплохо но не дорабатывать какие-то вещи конечно надо ну а так мне понравилось принципе ладно давайте еще какую-нибудь мод посмотрим как достать соседу новые приключения альфа-1 начальный экран выглядит очень даже впечатляюще такое вот интересное необычное меню это выход к тому кто создал это настройки это выход из игры а это поехали называется так пилотной серии два уровня только вы знаете что я буди вы и вы знаете что я получаю много денег за свое шоу но мне сказали что про меня снимут фильм после этого я согласился и начинаем иди туда куда показывают ну естественно да я знаю что будет у нас стены интересные конечно шрифт тоже довольно неплохой правда вот этот кусочек выезжает чуть-чуть за пределы панельки и это тоже кафе и кой кофе какое кафе я не знаю на что я согласился мне страшно но я решился что пойду на это и где мой напиток ребята кто-нибудь понял что тут было сейчас написано я нет ну еще с луной текст подсказки сливается тоже поправить это дело я думаю о господи вот этот урод блин из как достать соседа 3 сосед с улыбкой в кресле щелкает пультом телевизор которого нету а тут есть выход на улицу а вот как это бинокль с какой бинокль у ее беги а вот и и и и и и и и Звук захлопывания двери сейчас не было что ли? Ну вот мы и прошли этот коротенький мост ну короче неплохо неплохо конец ну все наше кино снято и я не верю что сосед не знает о фильме шоу ладно ну до свидания встретимся еще раз а вот ты кто такой давай до свидания а забыл сказать что если говорить дима грузник скоро будет антихар ой чуть не сказал ок пока окей пока давай до свидания ты кто такой давай до свидания ты смог пройти эти сложные уровни ты молодец я знаю что это мой первый огромный мод и я рад что я его сделал спасибо что вы сыграли я очень был рад за вас и вы молодцы прикольно я прошел уровень ничего при этом не делая ребята кто еще так может и я уверен что я единственный кто так может пройти ладно в общем а мы еще и серебро получили прекрасно ладно короче ну так это первая альфа здесь в принципе мало совершенно всего так что но пак из того что сделано в данный момент поставить плюсик вполне можно мне на самом деле понравится будем обязательно ждать обновление этого мода на сегодня все с вас лайкос подписался с меня эпичные видосы подписывайтесь на мой стримский канал подписывайтесь на влоговый канал спадеру вконтакте делайте хорошие моды и всем пока стойте так на какую так и так на f12 или а я думал что как как она выключается блин еще и и и и и и и и Продолжение следует...